Есть тема такая, она немного сложная, и она не очень проработана с точки зрения метафизики, и мы уже ее обсуждали по поводу регионирования бытия, и она применима на самом деле к любой реальности, в том числе и к реальности нравственной. То есть, нравственная реальность лучше называть действительностью. То есть, она применима на самом деле и к социуму. То есть, регионирование существует в природе, и мы наблюдаем некое существенное различие, скажем, неживой природы и живой природы, с другой стороны, внутри живой природы есть существенное различие между растениями, животными и людьми. Обо всем этом можно говорить как о различии содержательном, но во всем этом также проглядывает некое существенное различие, о котором можно говорить как о различии способов бытия, различий форм бытия. С другой стороны, сам человек устроен регионированно. У человека есть, традиционно выделяют тело, душу, дух, и мы устроены как-то, хотя мы и составляем некое единство, но на самом деле мы устроены многоэтажно. И социум точно также устроен, видимо, многоэтажно, и можно точно также выделять отдельные структурные компоненты. Можно говорить, например, в частности, об индивидуальном уровне, об уровне отдельных людей, а можно говорить о некой субстанции социального, о неком духе общества, социуме как целом. То есть, вопрос о том, как выделять эти регионы, это уже отдельный вопрос, да, он требует какого-то, наверное, специального исследования. Но, тем не менее, можно говорить о том, что вот представление классического рационализма, который, на самом деле, истоки которого еще находятся еще в античности, о том, что мир представляет собой некое вот единое целое, да, что бытие оно одно, ведь откуда вывод такой возникает, что мир единое целое, что бытие одно, да, если все сущие в этом мире, на самом деле, по своему бытию сравнены, да, то есть представляют собой с точки зрения вот характеристики бытия одно и то же, то весь мир как отдельные сущие с сущими сплачиваются, да, и бытие с бытием сплачивается, и весь мир представляет собой такое одно, единое некое бытие. Бытие. И, собственно, как бы даже богословие, да, которое базируется на понимании единственности Бога, да, что Бог – это некое одно или Бог один, она тоже понимает, на самом деле, что весь мир представляет собой некое единое целое, и он не регионирован. То есть, конечно же, когда я говорю про регионирование, я не имею в виду множественность мира. Множественность мира, она как бы сама собой разумеется, да, то есть когда люди говорят о том, что мир представляет собой одно, да, что, вот, если некого мир представляет собой единое, то имеет в виду, конечно, что он множественен, да, но в своей множественности он, на самом деле, в смысле бытия одно. То есть, как бы множественность является некого рода предпосылкой, из которого делается логический вывод, да, далее, да, что мир представляет собой одно. И когда, когда же я говорю о регионировании бытия, я имею в виду, что, несмотря на то, что мир множественен, Он еще и существенно регионирован. То есть регионирование указывает на то, что бытие не одно, а что виды бытия нескольких. И что на самом деле наша реальность, она не представляет собой некую одну реальность, некое одно целое, а на самом деле она разорвана на некие регионы, которые непонятным образом с собой соотносятся. Может быть, в чем-то эти регионы пересекаются, но в целом они несоотносимы. Точно так же, как существует проблема, и мы уже об этом говорили, взаимоотношения души и тела, психофизиологический дуализм. Точно так же, как взаимоотношения физиологического и психического. Как одно объяснить на основании другого? Как вообще между ними, какая между ними вообще существует связь? Точно так же, как, допустим, в физике, даже в такой науке, как физика, присутствуют четыре фундаментальных взаимодействия, которые не сводимы друг к другу. Ну, хотя, как бы, вроде слабое электромагнитное взаимодействие вроде как удается свести в одну теорию электрослабого взаимодействия. Ну, это уже, как бы, такая несущественная подробность. То есть, точно так же, возможно, в любом, что, возможно, вообще, наш мир надо понимать иначе, чем понимает его классический рационализм. То есть, наш мир надо понимать вот в этой новой парадигме, парадигме множественности регионов. Это парадигма множественности регионов в другом своем отношении развивает вот тему множественности дискурсов. Что на самом деле… Что такое дискурс? Дискурс – это некая речевая практика или некого рода разработанный способ высказывания о чем-либо. Некоторого рода речевая реальность, даже языковая реальность. Некоторого рода сфера, которая самодостаточна внутри себя. И вот выделяют такие дискурсы, как, допустим, политика, искусство, наука, религия. В чем-то эти дискурсы, конечно, пересекаются, а в чем-то эти дискурсы как бы несовместимы никак. То есть, они, в принципе, находятся в неких ортогональных отношениях. Ну, вот там можно дальше продолжать. Например, если сравнивать эти дискурсы, то в дискурсе искусства основная категория – это красота. А в дискурсе политики основная категория – это власть. А в дискурсе науки основная категория, скажем, это истинность. А в дискурсе религии основная категория – это Бог или истина. И так далее. То есть, на самом деле, и даже с точки зрения дискурсивности, с точки зрения нашей возможности обсуждения того, как устроен мир, на самом деле наш мир тоже распадается на точки зрения отдельных дискурсов. То есть, с позиции, например, искусства, представления о мире будут преломиться в определенном аспекте. Как с позиции политики мы на мир будем смотреть с другой точки зрения. С позиции науки мы на мир будем смотреть с еще иной точки зрения. И каждый раз наш способ видения мира будет существенно зависеть с позиции какого дискурса мы к нему подходим. С позиции теологии, понятно, с позиции богословия еще какой-то аспект мира будет высвечен. То есть, еще и третий момент существует, который указывает на вот эту новую парадигму многорегиональности мира – это позиции мультикультурализма. Что на самом деле развитие европейской культуры столкнулся с такой проблемой, которая изначально была непонятна. Что как бы вот помимо отдельной европейской культуры, европейского менталитета, существуют на самом деле другие, существенно отличные от нее менталитеты. Причем в начале вот такого рода открытия они имели чисто такие вот наши этнографические наблюдения, антропологические наблюдения. Но потом выяснилось, что существенным образом, допустим, отлично, вот отличный менталитет, вот культура европейского человека, скажем, немца, да, и культура, скажем, японца, или там китайца. То есть вот китайская культура, японская культура, да, вот они существенно отличны от нашей культуры. Не говоря уже о том, что вот есть какие-нибудь культуры там каких-нибудь там отсталых, ну в кавычках отсталых народов там каких-нибудь африканских там или там южноамериканских народов, да. То есть вот существует существенная несводимость вот их культуры по отношению к нашей культуре. Ведь долгое время европейская культура, на которой, собственно, и основан классический рационализм, считала, что есть некое магистральное направление развития знания, культуры, цивилизации вообще. То есть, история как бы устроена некоторым образом, даже вот если взять Гегеля, опять же, да, может, это Гегель, это просто яркий представитель вот такого представления, что история устроена некого рода магистральным образом, и она развивается, она в виде прогресса от некого, как бы, нуля, условно говоря, до бесконечности, да, и вот есть некое поступательное движение этого прогресса. И это поступательное движение, оно одно, то есть, есть некая единая магистральная линия развития всего, да, вот, всего, что связано с сознанием, с наукой, с культурой и прочим. Но, как оказывается, что, возможно, эта линия не одна, что их много, что много есть параллельных линий, которые сами по себе обособлено друг от друга развиваются, и эти параллельные способы развития, они друг к другу никак не сводимы. То есть, невозможно, вот, культуру, допустим, и там, японскую культуру свести к европейской и наоборот. То есть, не найти вот этого общего основания, которое позволило бы нам, позволило бы нам вот эти культуры сравнить. И вот на этом базируется такая концепция, которую называют концепцией мультикультурализма, да, что не одна культура для всего человечества, да, а на самом деле культур необходимым образом много, и они друг к другу не сводимы. И вопрос понимания одной культуры, другую культуру, вот этот вопрос взаимопонимания культуры, на самом деле, становится сложным. Ну, еще и можно в науке также обсуждать вопрос, а там вот есть в науке, как оказалось, поступательное развитие науки также связано с некоторого рода вот такими скачками, да, развития, там, с революциями. Когда одна парадигма, там, сменяется другой парадигмой, да, и эти парадигмы, на самом деле, друг к другу, опять же, точно так же не сводимы. Иначе говоря, много существует фактов, которые указывают на том, что вот эта вот концепция много региональности мира, много региональности бытия, да, если брать вот и вот некого рода метафизическое, метафизический аспект этой проблемы, да, то, возможно, эта вот концепция имеет право на существование и обоснованно. Да, то есть факты, да, вот это факты развития нашего знания, развития культуры, цивилизации указывают на то, что, скорее всего, на самом деле, бытие не одно, да, что форм бытия несколько, да, и что согласно различным способам бытия, различным формам бытия, точно так же и мир регионирован, да, в каждом, что мир наш разбит на, как бы, на такие существенно отделенные друг от друга регионы, которые непонятным образом со друг другом соотносятся. То есть, я говорю непонятным образом, потому что нельзя однозначно сказать, что эти регионы совершенно друг другу не сводимы, каким-то образом они как-то соприкасаются. То есть, можно говорить о том, что в культурах проявляются какие-то закономерности общие, да, можно говорить о том, что, допустим, искусство как-то соотносится с политикой, есть какое-то между ними пограничное состояние и так далее. Вопрос не об этом идет, вопрос идет о том, что вот не удается все это собрать в некий единый концепт, да, вот то, что можно было бы назвать, допустим, там, системой, да, или истиной какой-то. Вот, как Гегель же недаром говорил о том, что настоящая философия должна быть системой. Почему? Потому что, вот, поскольку он видел многообразие философских систем различных, которые говорили о различных, да, то для того, чтобы их примирить, нужно было как бы их вот, как бы, в одну систему встроить, да, и тогда вот эта встроенность... Ведь каждая философская система претендовала на то, что именно она истина, да, и вот встроенность каждой отдельной философской системы в некую единую огромную систему даст вот эту обобщающую систему, которая и будет, собственно, истиной, да, потому что истина должна быть одна. И вот вера в то, что истина одна, это вот та же самая вера в том, что бытие одно, что мир един, что Бог один и так далее. Соответственно, если мы говорим о регионировании бытия, если мы говорим о регионировании мира, то и истина перестает быть одной, и Бог перестает быть одним, да, чем-то. И все немножко, как бы, шатается и распадается вот на такую, как бы, существенную множественность. Не множественность в смысле старого понимания, да, поэтому я, как бы, слово «множественность» предлагаю, как бы, не использовать, я вот использую термин «регионирование». Да, вот, получается, появляется существенная фундаментальная множественность, которую, как бы, вот, я называю регионированием. То есть, это регионирование смысла бытия, то есть, способов бытия, регионирование мира, то есть, смысла регионов, отдельных регионов мира, регионирование культур, то есть, смысла мультикультурализма, да, там, регионирование дискурсов, то есть, смысла многообразия дискурсов, несоводимых друг к другу. И везде мы наблюдаем эту множественность. Собственно, ситуация вот этого регионирования, это и есть сущность и смысл того, что называется, принято назвать постмодернизмом. То есть все остальное, все остальные элементы, все, что мы наблюдаем, как он развивается, это есть просто следствие этого. Следствие того, что истина перестала быть одним, чем-то одним, что Бог перестал быть чем-то одним, что мир распался на регионы, и возможно регионы несоотносимы или непонятно как соотносимы. Что не удается все собрать в некую единую конструкцию, рациональную. И собственно сам разум, он ведь базировался на том, что мир представляет собой единство, и что он в эту единую конструкцию собирается, он точно так же распался. Теперь мы говорим о том, что есть разного рода рациональности. То есть есть рациональность научная, есть рациональность религиозная, рациональность политическая, рациональность, и много видов рациональности. Поскольку рациональность теперь приобретает форму прагматизма. То есть то рациональность, что может быть использовано, что имеет практическое применение. Если некого рода вид рационализма практически эффективен, то тем самым он имеет право на существование. А не так, что есть некий единый рационализм на все случаи жизни, и все должны к этому рационализм. И этот рационализм в своей, как говорил Гегель, в своей наиболее всеобщей форме видения логики, как наука логики развернута, представляет собой эту истину, или Бога. Поэтому я недаром адресуюсь Гегель, потому что Гегель это и был последний представитель вот такого классического рационализа. После Гегеля все начало распадаться. И, собственно, все философы после Гегеля – это философы именно распадения некого единства мира, распадения некого единого представления о рациональности, единого представления об истине и битии. Так вот, если мы теперь возвращаемся к этике, то у нас возникает сразу дилемма между законничеством и этикой добра, и благодатью, если говорить языком христианства. То есть это, на самом деле, разделение давно уже понято. Но их соотношение в христианстве иногда понимается тем способом, что есть некий единый магистральный путь развития нравственности. И сначала нравственность проходит путь того, что правильность понимает себя как исполнение закона, а потом постепенно она понимает, что вот это исполнение закона слишком формальное, и она двигается дальше, достигает никакого рода конкретности. И вот эта конкретность проявляет себя, как мы говорили, в этике добра. То есть есть магистральный путь развития нравственности. Так вот, если мы теперь на это же посмотрим с точки зрения регионирования бытия и мира, то можно будет говорить как? Ведь законничество, оно никуда не делается. Несмотря на то, что вроде христианства с его конкретным пониманием добра, оно уже 2000 лет существует, тем не менее мы понимаем, что существует государство, которое живет по принципу законничества. Существуют и религии иудеев, которые тоже живут по принципу законничества и так далее. Ислам и много систем живет на основе законов, инструкций, правил, заповедей и так далее. То есть на самом деле, возможно, здесь есть то самое регионирование, что есть некого рода регион, регион, связанный с некого рода абстрактным учреждением законов, принципов, правил, заветов и так далее. А есть некий другой регион, который связан с конкретностью наших поступков. Ну, поскольку мы говорим о нравственности. И откуда берется, как можно это регионирование увидеть более четко? А можно и увидеть с точки зрения того, что у нас есть мышление, а есть конкретность наших действий. То есть есть полнота реальности, в которой мы действуем. Мы, когда находимся в мышлении, мы всегда рассуждаем абстрактно. То есть наше мышление, в принципе, оно и коренится на том, что… И не может быть иным оно, да. Оно берет некие всеобщие черты, как бы, свойства реальности, да, и пытается, и абстрагируя их от реальности, пытается в чистоте мышления, как бы их комбинировать и создавать какие-то теории, концепции и так далее. То есть все законотворчество, оно и представляет собой не что иное, как вот эта работа мышления, которая пытается выстроить правильный способ жизни, да, правильный способ поведения, исходя вот из того, что оно видит в виде некого рода всеобщих принципов, правил, законов, там, заповедей и так далее. И вот оно пытается все постоянно конструировать некого рода идеальное законодательство. И это будет постоянно происходить, поскольку мы мыслищие существа, и мы всегда стремимся везде достигнуть вот этой рациональности. Ведь сама рациональность, она как раз и берется с позиции мышления. Когда говорят о рациональности, имеет в виду, что можно на все как бы бросить свет разума, бросить свет мышления и с помощью мышления во всем этом разобраться. То есть вот это одна позиция, позиция мышления, это как раз, позиция мышления как раз и была позиция рационализма классического, и вообще говоря, а именно она у Гегеля, ведь у Гегеля на вершине как раз и находится именно мышление. Но у него там, на самом деле, там ситуация более сложная, поскольку на вершине у Гегеля находится абсолютный дух, да, абсолютный дух это на самом деле сознание. Но это просто требует отдельного исследования. На самом деле сознание и мышление Гегель отождествляет. Что неправильно, но тем не менее Гегель отождествляет. И поэтому он стоит на позиции мышления, и у него высшим принципом является абсолютная идея. То есть абсолютная идея – это идея мышления. Так вот, а теперь с другой стороны, да, с другой стороны мы говорим о конкретности поступков. Что такое эта конкретность поступков, в чем она выражается? Вот она как раз и выражается в сознании. Дело в том, что в отличие от мышления сознание не является абстрактным. Потому что сознание присутствует и в чувственной полноте, да, вот, и в чувственности, в ощущениях, в нашем самосознании. То есть сознание присутствует и в мышлении, конечно. И во всяких проявлениях нашей жизни везде присутствует сознание. Соответственно, сознание, именно поэтому сознание не является абстрактным. Мышление является абстрактным, потому что мышление – это некоторый родовограф countless. Эта способность выделяет… Она в силу своей специфики, она именно такая способность, которая видит все в свете идеи, в свете мышления, в свете понятийной всеобщности. То есть она видит, исходя из идеи, понятий, мыслей. Она исследует именно аспект всеобщности. В принципе, на то, как мышление состоит в том и специфике мышления. А сознание – это та самая… Во-первых, оно не является способностью, а сознание – это нечто другое. Но сейчас мы тоже не будем рассуждать об этом, это просто далеко заведет. Но тем не менее, сознание не является способностью, и сознание не высвечивает никакие аспекты, только в всеобщности. Потому что для сознания дано вся полнота доступности человеку, она сознанию дана. Потому что сознание присутствует в ощущениях, присутствует в восприятиях, созерцаниях, она везде присутствует. Везде присутствует сознание. И поэтому, когда мы говорим о конкретности наших поступков, мы имеем в виду то, как мы сознательно осуществляем наши действия в конкретности. То есть, иначе говоря, различие между законами, с одной стороны, и конкретностью добра, проходит по линии различения мышления и сознания. Реальная конкретность добра осуществляется в сознании того, как мы действуем, в некого рода сознательной конкретной активности. Тогда как, на самом деле, законотворчество осуществляется в абстрактности мышления. То есть, мышление, оно само по своей природе абстрактное, оно никогда не может достигнуть конкретности. Иначе как сознание, иначе как с помощью сознания. То есть, иначе говоря, мышление как способность, оно всегда находится в сфере абстрактности. И оно всегда развивается в этой сфере абстрактности. И мы добиваемся конкретности только тем способом, что переходим сознательно от мышления, от того, каким выводом пришло мышление, переходим к некоторой роду созерцательности, сознательной созерцательности реальности. То есть, не мышление становится конкретным, как считал Гегель. Гегель ведь как говорил, что мышление должно стать конкретным, оно должно, как бы, реализоваться. На самом деле, если, как бы, он не различает сознание и мышление, то эта позиция понятна. Потому что, действительно, что такое, как бы, вот, допустим, мы, допустим, пытаемся какой-то двигатель создать. Да, там, у нас какой-то есть чертеж, мы этот чертеж, мы, как бы, промыслили все, как бы, черты, как бы, до будущего двигателя. Все там промыслили, решили, это воплотили в некого рода замысле все принципы, которые мы хотим осуществить. И вот мы приступили к осуществлению. И, казалось бы, вот это можно понимать как реалии, как конкретизацию мышления. То есть, сначала мы, как бы, у нас есть некого рода замысел, а потом этот замысел переносим на реализацию. Но, на самом деле, происходит следующее. Происходит мышление, как было в своей абстрактности, так оно в своей абстрактности и осталось. Оно не может эту абстрактность никак покинуть. А фактически получается то, что мы просто переходим с позиции мышления на позицию сознания. И в осуществлении проекта этого двигателя мы двигаемся уже сознательно. То есть, мы, на самом деле, воплощая двигатель, мы каждый раз отдаем себе отчет, как бы, чем, что мы осуществляем. То есть, отдаем отчет, может ли данный или иной материал, как бы, осуществить нашу идею. Может ли, там, можно ли применить эти, допустим, конструктивные материалы или другие, там. Получается или не получается, как бы, у нас конкретно запустить двигатель и прочее. И решаем каждый раз какие-то проблемы. То есть, мышление, на самом деле, никогда не становится конкретным. Мышление, как было абстрактным, так оно абстрактным всегда и остается. То есть, конкретным становится только сознание, так поскольку сознание всегда является конкретным. И вот этот вот переход от мышления в сознание, он не является переходом даже. А у нас всегда сознание конкретное, а мышление абстрактное. Вот как надо эту ситуацию понимать. И поэтому, когда мы действуем нравственно, то есть, когда мы пытаемся осуществлять некого рода принцип этики, который сам задан абстрактно, то мы и не можем перейти к конкретности. Вот, допустим, вот тут у нас есть абстрактного рода законы, которые некого рода этика, там, этика справедливости, скажем, она нам говорит, что их нужно осуществлять. Но почему-то каждый раз осуществляю некого рода абстрактный закон какой-то, мы не можем его на деле осуществить, потому что бывают случаи, когда мы хотим осуществить закон для того, чтобы совершить добро, а совершаем некого рода вред. И это странно, да, потому что, почему так получается? Потому что абстрактность принципа никогда не может, на самом деле, быть конкретизирована в своей полноте в виде осуществления. Требуется еще что-то такое добавить, да, чтобы абстрактность могла осуществиться. Так на самом деле дело не так происходит, если правильно рассуждать. Правильно рассуждая, дело происходит в следующем. Как законы остаются в своей абстрактности, так они в этой абстрактности и повисают. Их конкретное применение, оно, за него ответственно сознание. Именно сознание, видя, на самом деле, абстрактность, как бы, ситуации, оно соотносит результат применения закона, да, и, то есть, конкретность действия, да, и сам закон. То есть, она иногда видит, что иногда закон нужно нарушить, потому что мышление, как абстрактное мышление, которое этот закон сформулировало, оно просто этого, оно никогда не может достигнуть этой конкретности, потому что мышление всегда абстрактно. То есть, мышление всегда остается в своей абстрактности. И получается, что реагионирование, о котором я говорю на радостности, проходит просто по линии развлечения сознания и мышления. То есть, вот есть абстрактность законов, и это уровень мышления, и он всегда останется абстрактным, потому что мышление по своей природе всегда будет абстрактным, И есть сознание, как бы сознание по своей природе может быть и абстрактным, и конкретным, потому что сознание, оно всегда везде присутствует. А именно оно и осуществляет, на самом деле, трансцендентальная схема, о которой говорит Кант, когда он говорит о том, что понятие должно быть применено к созерцаниям, к объектам созерцаниям. Вот эта трансцендентальная схема есть не что иное, как просто сознание. Ну, это тоже отдельный разговор. Но, тем не менее, это просто... Да, хорошая миссия. Тем не менее, речь идет просто о том, что именно сознание является тем единым полем, на самом деле, которое соотносит абстрактно и конкретно. И поэтому осуществляет всегда конкретность, всегда сознание. И поэтому мы всегда будем в этом различении существовать, потому что между сознанием и мышлением, на самом деле, существуют фундаментальные различия, которые невозможно редуцировать никак. Это именно то самое различие, о котором можно говорить, как о регионировании. Только это регионирование в этике проявляется как различие законов, принципов, заповедей и так далее. С одной стороны, то есть ничего абстрактного, и конкретности добра с другой стороны. То есть вот этика добра, это ведь есть не что иное, как этика конкретности добра. Самое главное здесь именно конкретность добра. Потому что добро должно совершаться не как осуществление какого-либо принципа абстрактного, это на самом деле глупость, а просто, как просто добро, как конкретное добро. Как бы является ли оно осуществлением какого-то принципа или не является, это не важно. Важен сам результат. Точно так же, как когда мы пытаемся некого рода техническое новшество осуществить, ведь важен сам результат. Мы всегда смотрим на результат, потому что если техническое новшество не осуществлено, мы просто об этом не говорим как неудача и выбрасываем. Также и нравственность. Если у нас есть некоторые законы и принципы, а тем не менее мы ведем безнравственную жизнь, зачем нам нужны такие законы и принципы? Речь ведь идет о том, чтобы жить нравственно. А что такое жить нравственно? Это значит находиться в добре, то есть жить, совершать добро и не совершать зла. Так вот, поэтому нравственный человек – это человек не мыслящий, а осознающий. И поэтому понятно, что, например, праведник может не быть каким-то философом, каким-то ученым, и вообще не быть мыслителем. И тем не менее он может находиться на таком высоком уровне сознания, на самом деле, что конкретно ситуации нравственной он всегда поймет, и всегда поймет, как надо действовать. Безотносительно даже знает он эти принципы, законы, есть ли у него система, как у Гегеля нравственности, или как у Канта, и так далее. Потому что речь вопрос нравственности есть вопрос сознания, а не вопрос мышления. То есть мышление, конечно, ему может помочь, потому что мышление выделяет общие принципы. И когда ты знаешь общие принципы, почему нужны общие принципы? И может и помешать. Да, может и помешать. Почему не нужны общие принципы? Потому что на уровне мышления люди могут договориться. Потому что мышление – это та самая общая среда, на основе которой мы все люди друг к другу можем соотнестись и друг к другу можем понять. Почему мы можем понять? Потому что изначально мышление абстрактное, изначально оно говорит о неких всеобщностях и говорит о чем-то общем всем. И поскольку это общее, то оно общее и для тебя, и для меня. И мы когда обсуждаем что-то общее, мы можем достигнуть некого консенсуса. Но когда всякий раз, когда мы переходим на конкретное нечто, мы и теряем этот консенсус. То есть на самом деле, когда мы… В чем как бы проблематичность вот этой этики добра? Что на самом деле в этой этике добра трудно достигнуть консенсуса. Потому что каждый отдельный поступок, он будет уникальным, и каждый отдельный человек в этой уникальности будет вести себя по-разному, в зависимости от того, как вот он увидит эту уникальность, как вот она ему в своей конкретности явится. Потому что он единственный, тот человек, который действует, знает на самом деле все побудительные свои мотивы, знает всю обстановку, в которой он находится, знает людей, с которыми он соотносится и прочее. То есть на самом деле нет никакого принципа, как нам действовать в конкретности добра. Кроме единственного фразы, что можно было бы сказать, что надо делать добро и не делать зла. Ничего другого здесь сказать нельзя. Вот в чем… Вот эта проблематика, да, она фундаментальная, да, потому что здесь то самое регионирование, понимаешь? То есть в разных регионах все работает по-разному. В регионе всеобщности, если можно так его назвать, в регионе мышления мы имеем дело с законами, общими принципами. И там мы можем договориться и построить, например, государство, да, на основе, например, закона и права, да, и сказать на самом деле, что вот верховным принципом, как бы, государства является справедливость. То есть вот мы говорили про справедливость и добро, и различали справедливость и добро. Справедливость как раз относится к сфере мышления. Потому что справедливость как раз достигается с помощью законов, с помощью вот этих всеобщих принципов. То есть сфера справедливости – это один регион, а сфера добра – совсем другой регион. Ты можешь жить в полноте государства, на самом деле, соблюдать его законы и, в принципе, как бы находиться в согласии со всеми другими людьми, жить справедливо и вести справедливую жизнь. И то, что вот Гегель предлагает, когда он говорит, что на самом деле надо смириться, да, и жить нравственной жизнью народа, да, это вот как раз речь идет о справедливости в каком-то смысле. Хотя у него там есть все-таки отсылка к тому, что все не сводится к закону. У него отсылка есть. Но с другой стороны, с другой стороны, мы говорим об этике добра, и на самом деле эта этика добра, она конкретна. И каждый отдельный человек должен по этому страху и риску каждый раз решать, как нужно действовать. И здесь никаких общих принципов каких-то там, ну, как бы они есть абстрактно, но надо понимать, что в конкретном их применении, допустим, применении принципа «не убей», надо на самом деле соотноситься с конкретностью, как «не убей». Вы, допустим, много раз говорили, что очень много пограничных случаев, когда, может быть, надо убить, там, на войне, там, да, там, защищая, там, самого себя, защищая своих ближних и так далее. То есть здесь нет однозначности. Так вот, помогает ли это регионирование, понятие регионирования мира, регионирования бытия для понимания, соотношения законов, с одной стороны, и с другой стороны, конкретности добра? То есть, понимаем. Мне кажется, помогает, да. И сразу показывает, на самом деле, что законы не должны быть отброшены. Потому что иногда христианство понимает так, что, как бы, вот теперь мы достигли уровня благодати, уровня конкретности добра, и можно отбросить законы. Можно добавить. Все законничество. Единственное, я бы, конечно, добавил здесь, вот с Майкл, что я бы назвал бы это не уровней, вот, то есть, не назвал бы это не реагирование. Регионами. Регионами, да, бытия. Она, скорее, для меня это, как бы, уровень. Вот, уровень совершенства как-то. Ну, может, как-то... Если это уровень совершенства, то это одно движение, и тогда все опять же сваливается... Нет, 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 это, как бы, разные уровни, понимаешь? Да. То есть, как бы, все-таки, я сторонник того, что есть некая иерархия, вот, и... В случае регионирования бытия у нас, как бы, все стоит на одной доске, все позиции равноценны. А когда мы вводим уровни, у нас получается некая иерархичность. И мне кажется, что, конечно, уровень добра, он выше уровня справедливого. Вот, смотри, вот, ты говоришь про иерархичность. Дело в том, что иерархичность, это как раз и есть способ, каким образом пытались, несмотря на то, что признавалось единство мира, да, пытались, как бы, увидеть эту регионированность. Это... Я не отрицаю регионирование. Нет, нет, послушай, смотри. Это действительно разные регионы. Дело в том, что иерархичность, это, как бы, последний способ остаться внутри единства мира и, тем не менее, указать на его какую-то масштабируемость, если можно так сказать, да, регионированность. Но, когда я говорю о регионированности, я имею в виду, что нельзя оценивать эти регионы как по степени, что один... Сравнивать, не вижу. Вообще, у тебя их даже нельзя сравнивать. Нет, они равноценны. Да, они равноценны, их нельзя... Слово, сравнивать, конечно, можно, но просто это сравнение, из него нельзя никаких выводов сделать. Ну, вот есть некого рода регион законов, есть другой регион, регион конкретности добра. Нельзя сказать так, что давайте регион законов устарел, как бы, давайте жить исключительно добром. Не получится так. Тогда мы не сможем с друг другом договориться, потому что нужны общие принципы. Ты должен понимать, вот у тебя рядом человек стоит, ты должен понимать, как он будет себя действовать. Должны законы быть какие-то, ограничивающие его произвол. Не все же могут понять, как нужно конкретно себя вести в каждый отдельный момент. Должны быть общие какие-то схемы, должна быть общая карта какая-то, в которой мы друг друга соотносим. С друг другом соотносимся. Да, но все дело в том, что оба эти региона, они друг друга исключают. Нет, они не исключают, они дополняют. Вот я хотел говорить о дополнительности. Есть такой принцип физики, принцип дополнительности. Можно сказать, что они в чем-то друг друга дополняют, а в чем-то они друг друга исключают. Нет, они ни в чем не исключают. То есть, смотри. Ну подожди. Если в каждом из этих регионов пытаться довести его до совершенства, каждый отдельный регион, и попытаться жить либо в регионе закон о справедливости, либо в регионе добра, то в регионе закона нам совершенно не нужно добро. Если доводить до совершенства. То есть, закон ставить как максимум какой-то. А в регионе добра нам совершенно не нужен закон, если мы будем добро ставить как максимум. Смотри. Они взаимоисключают добро и закон. Но по факту, вот ты можешь быть горячим-то правильно, но по факту, ведь и в регионе законов, да, и принципов речь идет о добре. Но только там, помнишь, мы говорили об абстрактном добре? Там-то это добро просто абстрактно. Понимаешь, они как бы говорят о добре, но все их добро, оно несущественное как бы осуществление получается. Часто они говорят так, что намерение должно быть доброе, а удастся его реализовать или не удастся его реализовать. Это типа на совести Бога. Это типа не на моей совести. Типа я сделал все, что мог там, а дальше уж как там получится. Абстрактное некое добро, уже неважно, несущественно, может оно существиться или нет. А в регионе конкретности добра, если ты будешь всегда следовать конкретности добра, то ты нарушишь все законы. И что это будет означать? Это может означать разрушение всякого рода социальных связей твоих со всеми другими людьми. Ведь все другие люди, они не смогут тебя понять. И сейчас это просто твои действия, они будут просто, как это называется, беззаконными, то, что называется. Правильно, поэтому в двух регионах жить невозможно. Нет, поэтому... По максимуму. Поэтому что такое дополнительность? В двух регионах счастья, да. Поэтому что такое дополнительность? В двух регионах счастья. Делать добро и не нарушать закон. Понимаешь? Поэтому эти два региона, конечно же, дополняют друг другом. Потому что в нашем обществе мы как бы вынуждены договариваться, правильно говоришь, друг с другом через закон. Иногда мы делаем добро, конкретно иногда. Большей частью мы живем как бы по закону. Но, как бы, если говорить с точки зрения иерархии, с точки зрения совершенства, то как бы путь пролегает из региона закона в регион добра. Но еще раз, ты не понял, что такое регионирование, так и не понял. Я сказал, что нельзя поставить на одну линию. Я только что об этом говорил, что линий много. Две линии, две линии идут. Линия законничества, это одна линия, она развивается самостоятельно. А линия добра, конкретности действия, она другая линия, она тоже самостоятельно развивается. А ты пытаешься их в иерархию построить, это означает, что опять у тебя все свалится в одно. Что опять это будет оценочность, что закон несущественен, как бы существенен только конкретность добра. И то, и другое существенно Просто часто Когда ты Если вдруг Это ведь редкие поступки такие существуют Когда нужно закон нарушить Потому что закон, если взять современный закон Он настолько как бы Может быть современные законы Многие там несовершенные В принципе закон стремится к тому Чтобы не было возможности На самом деле Не нарушив закон, совершить зло Он стремится к этому Продолжение следует...